Минок Уважаемые любители различных научных опытов, как-то лет пять назад я вскрывал на ваших глазах дорогих минок. То, что происходило у Дмитрия Пучкова, то бишь гоблина. Там мы их с удовольствием вскрывали, отделяли голову от тела, декапитировали. Ну и остатки телесные, конечно, с перцем и солью жарили для того, чтобы закусывать вкусную водку. Поскольку эволюционный процесс, как вы понимаете, не исчерпывается круглородами, но и продолжался, и он в конце концов дошел до города Саратова. А Саратов, как вы знаете, это такой город, в котором на гербе изображены три следующих объекта моих исследований, а именно Стерляди. Вот такая как раз лежит и перед вами. Она еще почти живая, но уже снулая. Смысл этой деятельности стоит в том, чтобы посмотреть, как развиваются и как формируются мозги у осетровых. А это принципиально важный момент, поскольку осетровые являются хрящевыми рыбами, то есть основной скелет он хрящевой, и только на поверхности кожные чешуи, они костные. И когда добрые хозяйки варят уху, например, из Стерляди, эти кости поверхностные отделяются. То есть это на самом деле так называемые, как раньше называли, костные гоноиды. То есть что на самом деле себе представляет? Это кожные чешуи и внутри хрящевой скелет. Собственно говоря, традиционное русское выпивание водки, оно и состояло в том, чтобы взять вот такой пирожок, положить его на вот такой красивый подносик с рюмочкой водки, а именно с мухой, и нафаршировать такой пирожок визигой, который как раз получается, если мы отделим скелет, переработаем его и запихнем вовнутрь пирожка. Это пока невизижный пирожок, но в этом заведении, которое называется «Пироги и мухи», где мне предоставили возможность упражняться в сравнительной анатомии с костными гоноидами и с хрящевыми рыбами, собственно говоря, это все и происходит. Вот помещение, вы видите, это чудесный сводчатый потолок, замечательные кирпичные стены, которые очень располагают как раз традиционным русским развлечением. И прежде чем зажарить эту замечательную стерлядку, обращаю ваше внимание, это настоящая стерлядь. Не какой-то гибрид, а это были положены большие усилия настоящих специалистов по добыче такой рыбы, чтобы найти чистую, чистое животное. И только чистая стерлядь в городе Саратове может предоставить вам такие давно забытые в Российской империи удовольствия, как водочка с визикой, ну или с пирожком на худой конец. Поэтому, приступая к этому занятию, я, естественно, должен приобщиться. Тут уж ничего не сделаешь. Для этого подносик, как вы знаете, я широко использую. Поэтому за ваше здоровье. Ну и за те интересные вещи, которые вижу в этой стерлядке. Изумительное ощущение и чувство приобщения к глубоким российским корням. Итак, приступим. В нашу задачу входит снять костные щитки и добраться до мозга. Дело в том, что у стерляди мозг, не то что у миноги, всего полтора сантиметра, 12 миллиметров. И весом-то там в несколько десятков миллиграмм. Здесь уже существо большое. Ну, поскольку рыбка уже сновая, практически утратила интерес к жизни, тем не менее, мы в рамках международного пацифизма и гуманизма должны остановить ее жизнь. Что делается довольно просто. Между щитками вы входите ножом, и на этом все заканчивается. Ну, немножко хвостиком пошевелит. Но это так бывает. К сожалению, кровь неизбежно выделяется. Ничего не сделаешь. Ну вот, теперь можно переходить уже непосредственно к вскрытию стерляди. Для того, чтобы добыть у нее мозг, надо снять щитки. Хозяйки, конечно, этого не одобряют. Это надо все разваривать. И получать из этого наваристый бульон. Ну, я ножом фирмы Эпинель с этим потихонечку справляюсь. Щитки лучше отрезать по одному. Это интересное животное во всех отношениях. Почему? Потому что она сочетает в себе минеральный обмен древнейший. Тот самый, который у нас связан с накоплением кальция в организме. То есть у нее, уже у этой самой стерляди закладываются ультимобронхиальные железы, которые вырабатывают гормон кальцитонин, который как раз и связывает в вот этих щитах мощных, кожах, которые защищают животное, кальций. Поэтому получается вот такая история забавная и интересная. Но система вымывания кальция затруднена, поскольку у этих существ еще нет парасчетовидных желез, вырабатывающих парадгормон, которые могли бы вымывать кальций из организма. Поэтому метаморфоз, как такое явление, он возникает значительно позднее у амфибий. Так вот, сейчас я в этом замечательном заведении пироги и мухи доберусь до внутренностей, расположенных под щитками, костами, которые бронируют поверхность головы стерляди. Посмотрим на все это дело поближе. Я продолжаю свое изыскание над стерлядкой. Вот я снял твердые, достаточно покровные щитки, которые у нас стали черепом. Я их снял, и открылся хрящевой череп, внутри которого располагается мозг. Он немного полупрозрачный такой, мутноватый. И через него просматриваются основные структуры головного мозга. Уже можно увидеть полукружные каналы, уже можно увидеть задний мозг, уже можно увидеть средний и передний мозг с обонятельными нервами, которые идут в обонятельные полости. И глаза, конечно, зрительные нервы. То есть, иначе говоря, мозг уже просматривается внутри хрящевой очереди. Дело в том, что при изучении этих существ очень часто просто выделяют центральную нервную систему. Это не совсем правильно, как это делалось и с миногой. В данном случае не обязательно вытащить весь мозг. Дело в том, что у первично водных животных очень много дареватов, то есть производных центральной нервной системы, располагается в хрящевом черепе или сильно уходит в сторону внутри этого хрящевого черепа. Поэтому для того, чтобы разобраться в деталях строения, очень полезно вырезать целый блок, то есть мозг и хрящевой череп, потом его обработать для гистологических исследований. Уважаемые слушатели, я нахожусь за столом полным разных разносолов. И ключевое место, среди которых занимают, конечно, рыбки. Здесь самые разные рыбки, по-разному приготовлены, очень вкусные, аппетитные. Но ключом к всему является, конечно, стерлядь, которая находится, кстати говоря, на гербе города Саратова. Она очень вкусная, особенно свежая, не мороженая. Поэтому я буду ей наслаждаться. Но дело в том, что когда такое разнообразие закусок, все-таки нужно выбирать между закусками в пользу той, которая находится и живет здесь, в Саратове, в Волге. Только такая закуска является этнографичной, это раз. А во-вторых, является до какой-то степени даже патриотичной. На эту тему мне очень нравится анекдот, очень похожий на то, что происходит со современными гражданами на берегу Волги, когда вокруг плавают такие реликтовые рыбы, когда они заходят в супермаркет и видят там осьминогов, масляную рыбу и прочее всякое, селедку. Это очень смешно. Похоже на анекдот про мышку. Когда мышка вылезает из холодильника, у нее на шее намотаны сосиски, здесь окорок, здесь колбаса, и с трудом переваливаясь идет к норке. Подходит к норке, а перед норкой стоит такая маленькая мышеловка с засохшим сыром. Мышь отодвигает ногой мышеловку и говорит, ну как дети, ну как дети. Вот примерно так, живя на берегу Волги, есть масляную рыбу или тунца, довольно смешно, но это действительно как дети. Так вот, это та самая стерлядь, которая была запущена для научных исследований. Но тут у меня намного вкуснее набор, чем в то время, когда я изучал вкусовые особенности миног с пучковым, с гоблином в смысле. Почему? Потому что, ну, во-первых, стерлядь больше, и она вкуснее намного, с моей точки зрения. Хотя по древности она не сильно уступает миногам, потому что миноги, они бесчелюстные, а здесь уже челюстнородные, более того, гоноидные рыбы. Это что означает это странное научное слово? То, что на поверхности такие твердые, как бы панцири, такие с жучками, ну, те самые, о которых я упоминал, у нас с вами, уважаемые слушатели, превратились в мозговой череп. То есть наша кожа заросла сверху этих самых гоноидных чешу и превратилась в наш мозговой череп. Именно поэтому он образуется иначе, чем кости другие. А как именно? У нас мозговой череп образуется сразу в виде кости. Потому что это когда-то древние кожные кости, вот представители, которые я буду есть, то есть стерляди, они погрузились непосредственно под кожу и сделались нашим черепом. Именно поэтому у детей роднички-то не зарастают очень долго. И между костями черепа сохраняется пространство, пока они срастутся. Потому что если они срастутся, мозг расти и дальше не сможет. То есть вот такая адаптивная перестройка в процессе эволюции произошла с покровными кожными костями, которые называются гоноидной чешуей, еще у таких далеких наших родственников, как, собственно говоря, стерляди. Ну и в силу наших гоминидных традиций, сейчас я как раз этого дальнего родственника и буду есть. Как это ни печально, но это, конечно, не каннибализм, потому что нас разделяет 400 миллионов лет. Но, тем не менее, что-то в этом есть. Много реликтовых аминокислот, белков, которые из других источников получить довольно трудно. Поэтому за ваше здоровье, я надеюсь, вы не обессудьте. Потому что я выпиваю в специализированном заведении, имеющем лицензию на это развлечение. До встречи! КОНЕЦ КОНЕЦ